Добрый день, уважаемые, дорогие наши участники выставки «Знай. Наша» дальневосточной недели. Я надеюсь, меня видно и слышно. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате, чтобы я наблюдаю трансляцию. Так, жду, жду. Все, да, вижу, что ставят плюсики. Меня зовут Теппер Ирина. Я представляю Туристко-информационный центр Приморского края. Сегодня мы уже с вами пятый день с понедельника. Я надеюсь, что вы смотрите все наши трансляции и получаете очень много новых знаний о Дальнем Востоке и Приморском крае. Так как сегодня у нас пятница, сегодня будут такие расслабленные темы. Через два часа вы встретитесь с моей коллегой Дарьей Гусевой. Это директор Туристко-информационного центра Приморского края, который будет рассказывать о пляжах, отдыхе, релаксе. А сейчас для вас я буду выступать вместе со своими коллегами. Мы будем рассказывать о романтике города-у-моря, о Владивостоке. Мы будем представлять романтический туризм. Не знаю, существует такой или нет, но в Владивостоке мы его придумали и активно занимаемся его созданием и продвижением. В Владивосток очень интересный город. Нас окружает море с трех сторон. Рядом с нами находятся острова. И благодаря этому у нас такой очень интересный ландшафт, очень красивые закаты. Пожалуй, самые лучшие закаты, которые я когда-либо видела. И все это создает атмосферу романтики. Кроме того, в нашем городе есть прекрасные мосты, маяки. И все это становится очень интересными декорациями для путешествия сюда, для фотосессий, каких-то прогулок. И вот как вы видите на фотографии моей презентации, даже для того, чтобы сделать предложение или признаться в любви. Во Владивостоке очень много хороших специалистов, которые могут помочь вашим клиентам сыграть свадьбу или сделать фотосессию очень красивую. Действительно, фотографов очень много. Они все много учатся, повышают свой профессионализм. Иногда даже глаза разбегаются, кому бы обратиться. Поэтому, если у вас есть запрос на проведение свадьбы, то во Владивостоке вы сюда сможете найти такого специалиста, который для ваших гостей отснимет такую съемку. Кроме моря, у нас есть очень интересные скалы, отвесные и маяки, и горы. Очень часто фотографы выбирают эти локации для съемок. И что очень классно, они знают много мест, куда можно отправиться, и рекомендуют своим клиентам интересные локации, где можно сделать съемку. Но романтика – это не только свадьба. Романтические съемки могут быть и семейные. То есть, как вы видите на презентации, у нас есть маяки, есть очень красивые видовые площадки, опять-таки море, яхты. На фоне всего этого можно фотографироваться. Соответственно, у вас всегда будут разные локации, разный вид. Вы можете покидать пределы фотостудии, и для нас, для Владивостока, это очень ценно. Вот на последней презентации, здесь вы можете увидеть, где чаще всего фотографируются у нас. Это, конечно же, наши мосты. Русский мост и Золотой мост, маяки и яхты около моря. Я сейчас хочу передать слово нашему другу, это Эдвин Багдасарян, руководитель агентства «Эдвин Групп», который побольше вам расскажет уже о свадьбах, где их проводить, как их проводить. Эдвин, добрый день. Да, всем добрый день, доброго счастья, доброго здоровья. Меня зовут Эдвин, очень рад вас всех слышать. Надеюсь, что информация, которую мы сегодня до вас нанесем, будет максимально для вас полезной. Прежде чем я начну рассказывать про то, что мы делаем, хочется немножко познакомиться и рассказать немного про нас. Вот здесь понадобится помощь. Сейчас я попытаюсь включить презентацию. Так, 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 так. Мне нужна помощь коллег, видимо. Бегут уже, бегут, наушник передают. Нажимаем вот сюда, меню. Вот, все, отлично. Вот вы видите презентацию. Почему здесь написано креатив? Мы начинали свою кампанию с момента того, как играли в КВН. И долгое время мы думали, чем мы хотим заниматься, чем таким веселым и полезным у нас получится. Сначала мы начинали выступать просто на каких-то вечеринках, показывали миниатюры. И все это плавно перетекло к тому, что мы просто начали вести мероприятия. И после того, как начали вести мероприятия, поняли, что в тот момент, когда мы как раз-таки начинали, это были времена, знаете, после 90-х, когда было много ресторанов старого формата, где не очень-то относились хорошо к людям, которые выступают, где было куча колонн, в общем, все, что неудобно для свадьбы. И мы поняли, что необходимо сделать какое-то такое место, которое было бы удобным для ведения мероприятия. Это было бы место для того, чтобы людям было комфортно, чтобы молодоженам нравилось. И мы решили, что вот мы должны создать такие места, загрузиться. Все видно же, да? Все отлично, да. Так, 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 так. Наши площадки. Наша первая площадка, которую мы создали, про которую я говорил, это была площадка просто шатер. То есть еще 10 лет назад это было не так популярно, как сейчас. А уже тогда, натянув, скажем так, большую палатку, поставив шатер, это было уникально для города. Людям это сильно понравилось. Понравилось это тем, что это просто, и при этом ничего не мешает, комфортно. Летом можно получить классные фотографии, получить удовольствие от мероприятия. После того, как мы удачно стартанули шатром, мы поняли, что мы хотим, чтобы наш шатер, следующий шатер отличался от других шатров. Мы долго думали, как это должно выглядеть, как, может быть, он должен быть другого цвета, может быть, он должен быть другой формы. И вот мы буквально 5 лет назад поставили первый геокупол в России. Это был первый полностью прозрачный геокупол. Это купольная конструкция, где молодожены сидят под открытым небом, так сказать. То есть они видят звезды, романтика, очень красиво, четко, классно. И все от этого получают удовольствие. После того, как мы открыли геокупол, нам пришла идея в голову, что хотелось бы создать такое место, которое было бы с ноткой какой-то фермы или, может быть, с ноткой каких-то таких, не знаю, спилов, леса. И мы создали проект, который назвали «Ангар». Это большая площадка, в которой могут играть свадьбы, в том числе и, это могут быть технические свадьбы, такие, как, не знаю, там, армянские, тагестанские, корейские свадьбы. То есть для большого количества людей, там, 300-400 человек. То есть если мы говорим про формат шатра и геокупола, это небольшие шатры, там, свадьбы на 50 человек, то этот формат как раз-таки для свадеб, которые большие, крупные. И при этом все мы сделали так, что у этого проекта есть стена, которая двигается и делает площадку маленькой, либо большой. Вот, про геокупол я вам рассказал. Идем дальше. Мы открыли маленький барчик, свадебный барчик для современной молодежи, для свадеб, которые, скажем так, не совсем традиционные. То есть это свадьбы для ребят поколения нового, где есть граффити, где есть пуфы, кальяны, где не нужно сидеть за банкетным столом. То есть это вот такой формат бара, в котором можно праздновать свадьбу в американском стиле. Он называется этот бар Гарлин, посвященный району в Нью-Йорке. И вот как раз-таки мы попытались отобразить именно такую атмосферу на этой площадке. Про геокупол, который я полностью проточнее вам рассказал, у нас таких просто два. И относительно недавно мы поняли, что сейчас все больше свадеб становится камерных, маленьких. И мы открыли в центре города маленькую площадку, которая называется веранда, как раз-таки до 30 человек. Эта площадка находится в центре города с внутренним двориком, с внутренней терраской, где можно отметить камерную семейную свадьбу. И при этом это будет бюджетно и недорого для молодоженок. Я надеюсь, что вам интересно, потому что я рассказываю, что я не вижу аудиторию. Сложно, скажем так, получать обратную связь. Но если вам нравится, вы пишите. Также мы во Владивостоке проводим особенные проекты. Почему мы их называем особенные? Потому что все, что мы делаем, мы хотим, чтобы это было полезным прежде всего для людей. Потому что нам нравится то, что мы делаем. И мы стараемся делать вещи, которые действительно были бы полезны для людей. Особенные проекты, про них сейчас хочу рассказать. Есть свадебный фестиваль, который мы проводим раз в год. Это большой проект, в котором мы приглашаем кучу-кучу разных специалистов. Это могут быть люди, которые, не знаю, там, шьют платья. Это могут быть люди, которые делают жиле. Это могут быть группы. Это могут быть какие-то кейтеринги. Это могут быть какие-то площадки. То есть всевозможные люди, которые каким-то образом могут помочь нашим молодоженам. И собираем молодоженов, которые тоже приходят на это мероприятие. И совершенно бесплатно могут проконсультироваться, узнать, что-то взять, что-то попробовать. Попробовать какой-то тортик. Узнать, как выглядит какой-то ведущий или какая-то площадка. В общем, это такое полезное мероприятие. Помимо этого, мы просим всех, скажем так, участников этого мероприятия дать определенную скидочку для наших молодоженов. В общем, очень крутое мероприятие. Каждый год мы его проводим. Каждый год все больше и больше становится людей, желающих. Очень крутая штука, очень полезная. Все наши молодожены безумно счастливы и рады. Потому что помимо того, что мы проводим это мероприятие, и большие дегустации проходят, где молодожены могут повлиять на меню, как-то сказать, свои предпочтения. И являются такими людьми, которые полностью увлечены в процесс. Также раз в год мы делаем мероприятие, которое называется ProCorporative. Оно похоже по своей структуре, своим фестивалям. Мы его проводим осенью, где мы собираем руководителей компаний, HR-ов и делимся своей внутренней корпоративной жизнью. Она у нас достаточно богатая. Рассказываем, как привлечь внимание сотрудников, как мы работаем, какие мы системы используем. И при этом рассказываем, какие могут быть корпоративные мероприятия. Потому что корпоративное мероприятие – это не только собраться, попить водки или отметить какой-то банкет. Корпоративная культура, она достаточно богатая. И корпоратив может вестись в течение года, какие-то вещи могут использоваться. То есть это такое место, где мы собираем людей. И в силу того, что мы занимаемся юмором, нам прежде всего нравится дарить людям позитивные эмоции. Мы раз в год проводим большой стендап-фестиваль, на котором молодые комики со всего Дальнего Востока, включая Якутию, у нас в прошлом году был. То есть мы, скажем так, оплачиваем переезд молодым комикам, чтобы они могли приехать во Владивосток, показать себя. И лучший комик, который выигрывает этот фестиваль, он получает возможность полететь в Москву на стендап-фестиваль и там себя проявить. И, может быть, попасть в какой-то телепроект ТНТ. Вот. Такие мы делаем проекты ежегодно. Идем дальше. Что у нас тут? Графии всякие интересные, прикольные, корпоративные фишки. Наверное, это не сильно в тему будет нашу общую. Не буду в это углубляться. Вот. Пытаюсь... Есть приоритеты нашей компании. Прежде всего, нам нравится то, что мы делаем. То, что мы делаем, нравится нашим клиентам. И мы делаем на 110%. То есть мы стараемся сделать хорошо, и при этом еще чуть-чуть, чтобы человек остался максимально доволен. Набор в команду не буду вам рассказывать. Это все не то. Идем дальше. Тоже это вам, наверное, вряд ли понадобится. Сегодня попытаюсь максимально быстро рассказать, потому что у меня есть всего 15 минут, чтобы все успеть вам сказать. Так. Мы перейдем к следующей, наверное, части, про которую я хочу рассказать. Это проект свадебный, который мы реализовали несколько лет назад. Вот. Про него попытаюсь сейчас рассказать. Это свадебный геокупол, который располагается у нас на Русском острове. Площадка, которая вмещает в себя до 100 гостей. Вот это такие три куполочка. Один куполочек непосредственно для того, чтобы там праздновать события. Один куполочек – это куполочек для персонала. И куполочек кухни, где, собственно говоря, куда приезжает кейтеринг и обслуживает данное мероприятие. Можно поделиться с зонами. То есть сейчас достаточно популярно и модно стало играть свадьбу и делать ее зонами. То есть это чтобы была не традиционная рассадочка, да, какая-то там буква «П» или просто круглые столы. А прикольнее, когда используется разная мебель, разные какие-то предметы, разная сервировка, модная посуда. Это все достаточно сейчас популярно. Людям очень сильно нравится. Очень рекомендую использовать это на ваших мероприятиях или на мероприятиях, которые вдруг вы будете обслуживать. Какая основная идея, по которой мы хотим, конечно же, рассказать? Это проект, который мы хотим создать на территории Владивостока, чтобы это было место, где можно было отпраздновать свадьбу вместе с кемпинг-отелем. То есть это место на берегу моря и при этом находящееся в лесу, где есть большой купол, которым можно праздновать свое торжество, начиная там от 10 до 100 человек. И при этом есть маленькие такие куполочки, в которых могут оставаться гости, могут оставаться молодожены. При этом все мы можем в лесу натянуть лампочки, разжечь какой-нибудь костер и праздновать весело свадьбу. И люди могут переночевать, остаться. Здесь мы хотим обратить внимание на то, что нам бы, конечно, хотелось, чтобы регионы, которые находятся с нами рядом, у которых нет, может быть, моря или, может быть, не так развитая инфраструктура, чтобы они тоже могли приезжать к нам и праздновать свои мероприятия. Было бы здорово, если бы какая-нибудь пара, допустим, из Благовещенска или из Хабаровска могла бы взять там 20 человек и приехать к нам во Владивосток, отпраздновать свою свадьбу в таком месте. При этом все после того, как они отпразднуют, переночевав в таком прекрасном месте, они могут еще и прокатиться по городу, посмотреть, какой классный город, какие есть всякие штуки веселые во Владивостоке. И какой-то второй день им организовать, не обязательно, чтобы второй день был в виде шашлыков, а второй день свадьбы может быть таким, когда ты катаешься по, допустим, городу Владивостоку и пробуешь какие-то местные достопримечательности, условно говоря, съездить покушать пенце, съездить в какую-то китайку, попробовать китайскую еду, и все это завершается каким-то там, не знаю, ловлей морепродуктов на острове Русский. Вот такой проект, причем проекты, которые реализованы по всему миру, они и зимние в том числе, то есть и зимой даже можно оставаться, несмотря на то, что эта конструкция не капитальная, можно ночевать с помощью печки и утеплителя определенного. Вот так это выглядит. Ну, это уже просто фотография с интернета, попытался объяснить, как это могло выглядеть. В общем, вот такой вопрос, такой позитивный подход. Мы рекомендуем всем, женитесь, любите друг друга, повышайте демографию страны, и всем хорошего дня. Отключаемся. Так, нажимаем теперь вот сюда. Спасибо большое, Эдвин, очень интересная презентация, очень радует ваши планы. Действительно, нам во Владивостоке, в Приморском крае очень везет на креативных людей с интересными идеями. Я надеюсь, что этот проект, да, спрашивают, существует ли уже такой отель или это только задумки. Это только проект, но я надеюсь, что в ближайшее время он будет реализован. Как мы уже сказали ранее, у нас есть очень хорошие фотографы, профессионалы. Эдвин рассказал, насколько классно и интересно они занимаются организацией свадеб. И до того, как начался наш эфир, мы разговаривали с Эдвином. У нас была дискуссия на тему, будет ли пользоваться популярностью такой романтический свадебный туризм. Действительно, вспоминали опыты ранее, как у нас пары уезжали праздновать выездные свадьбы за границу, в Европу. Кто-то уезжал в Таиланд. Сейчас действительно у нас нет такой возможности куда-то уезжать, свадебное путешествие. И, соответственно, Приморский край может вам дать такую возможность приехать, сменить город, увидеть, объединить не только свое торжество, но еще и путешествие свадебное. И сейчас я хотела бы вам представить наших партнеров. Это видеокомпания «Сэдвудпекер». Они снимают очень красивые свадебные видео. И давайте я запущу видеоролик. У нас их будет два. Для начала я покажу вам их свадебную съемку. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой красивый видеоролик от компании «Сэдвудпекер». Как вы успели заметить, на свадьбах у нас выступают в том числе и звезды российские. То есть настолько грамотная подготовка торжеств, что мы можем привозить сюда из Москвы звезд разной величины. Также у нас очень много ребят местных, которые также смогут с вами провести этот вечер, для вас провести этот вечер. То есть это различные группы, которые как поют собственные произведения, так и кавера. Ну и выездные, конечно, свадьбы, свадьбы на природе, в фотостудиях. Все это у нас работает. Но даже если вы не празднуете, допустим, свою свадьбу еще пока, своим клиентам, которые отправляются в путешествие, можно рекомендовать фотосессии или видеосъемки. Я сама как турист иногда испытываю такую потребность, приезжая в новое красивое место, запечатлеть этот момент. И обычно мы все это делаем там на камеру своего телефона, просим своего, особенно этому девочкам это будет знакомо, просим своего парня сфотографировать или снять видео. Обычно у них не всегда это хорошо получается. В результате потом и поделиться нечем. Все это можно сделать с помощью профессионалов. И давайте посмотрим еще одну маленькую видеопрезентацию. Романтическая. У нас такая есть съемка. Да ладно, говорю же, не надо. Листья покрылись снегопадом. Снег растворился в мокрое место. Ты мне не невеста. Нет. 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 Ты мне не невеста. Нет. Отцепи плавники, меня не души. Отправляйся домой в темноту души. Отцепи плавники, меня не души. Отправляйся домой в темноту души. Вот такая красивая лавстори попалась в объектив. Кстати, на видео запечатлен лагерь, все в лагерь СВЭЛ, о котором мы рассказывали вам вчера. Там мы рассказывали про серфинг. И здесь вот вы можете посмотреть, как классно можно здесь пожить на русском острове, не выезжая далеко из Владивостока. Да, кстати, вот в комментариях пишут. Действительно, это только не Елисей, а Евсей. Это ведущий Орел и Решка. В прошлом году он автостопом доехал к нам из Европы в Владивосток. Провел здесь, в Владивостоке, несколько дней и снял такое красивое видео. Поэтому я думаю, что расстояние – это вообще не проблема, как вы видите. Если у вас есть цель, приезжайте, конечно, к нам в наш красивый Приморский край. Сейчас я хочу вас познакомить и представить Ничунаева Никиту. Это основатель и руководитель отдела развития компании Владивосток Хеликоптерс. Никита, добрый день. Пока подключается Никита. Никита расскажет нам о таком интересном виде отдыха. Это прогулки на вертолетах. Сейчас это очень модно, популярно, и все чаще пролетают вертолеты над нашим прекрасным Владивостоком. Никита, я передаю вам слово. Друзья, добрый день всем. Вообще, с детства я мечтал о суперспособности. Эта суперспособность была летать. Я хотел научиться летать. И вот здесь у меня с моим коллегой, с моим партнером, тоже Никитой, появилась идея организовать прогулки на вертолете, чтобы люди наслаждались видами Владивостока с высоты птичьего полета, потому что мир действительно удивителен свысока. Я предлагаю нам всем посмотреть видео. Это первое видео, и оно у нас находится вот здесь. Субтитры создавал DimaTorzok You want me Надеюсь, вам видео понравилось. Действительно, Владивосток очень такой необычный город. У него здесь, знаете, есть такая дикая природа, мосты, вот эти бухты, заливы, и облетать их на вертолете достаточно интересно. И каждый человек, который к нам сюда приезжал с разных городов России, и который где-либо летал, где-то за границей, либо что-то еще, очень сильно подчеркивает, что Владивосток, особенно остров Русский, там, где у нас располагается остров Русский, остров Шкота, мыс Тобизина, это просто незабываемые точки, потому что дикая природа, сочетание скал, моря, хвойных лесов, это все просто завораживает, и мурашки просто на теле встают дыбом. Что касается вообще нашей компании, то Владивосток Helicopters, компания во Владивостоке, у нас имеется около двух-трех вертолетов, которые именно направлены на прогулочное направление, также имеется у нас трансфер, да. Что касается вообще самого Владивостока, как вы видите на фотографиях, здесь места, которые просто завораживают, ночной золотой рок, остров Шкота со своими скалами, Седанкинское водохранилище, и, конечно же, летать над такими местами, это просто сказка. Многие приезжают сюда, чтобы сделать предложение, как-то необычно, это либо на острове Шкота можно высадиться, сделать предложение, либо непосредственно уже во время полета, либо до полета. Каждый здесь, конечно, это делает по-своему. Вообще, как вы видите, это довольно-таки такое популярное направление во Владивостоке, поэтому туристы у нас сейчас, людей, которые желают полетать на вертолете достаточно много, особенно в летний сезон, люди, приезжающие из Хабаровска, из Москвы, из Москвы за это лето у нас где-то человек уже, наверное, 15 отлетало. Поэтому это пользуется спросом. Если вы желаете как-то посотрудничать с нами, спросить вопросы, мы с радостью с вами поработаем, ответим на все вопросы. Далее, как я сказал, воздушный парк, Владивосток Хеликоптерс, у нас имеется около двух-трех вертолетов, некоторые находятся на вылете, некоторые сейчас здесь. Соответственно, есть вертолет Робинсон 44, это американский вертолет, он рассчитан на три пассажира, здесь три пассажира плюс пилот. Соответственно, стоимость вы видите на экране, на презентации, и также сейчас будем закупаться Еврокоптером, это АЭС 350, он рассчитан на пять пассажиров, немножко побольше. На Еврокоптере, к сожалению, нельзя сесть в те места, где можно сесть на Робинсоне, в этом есть особенность Робинсона. Вообще, мы реализуем три направления, это классический вариант прогулки, прогулка на закате и также прогулка с высадкой на острове Шкота. Можем посмотреть вообще, что такое, что из себя представляет прогулка на закате. Аня Найкан. На закате, что касается, точнее, это была классическая прогулка, здесь мы переходим к прогулке на закате, это уже, знаете, такой точный романтический вариант, когда вы со своей девушкой, либо со своим парнем, можете отправиться в путешествие, взять с собой шампанское, выпить его во время полета и просто насладиться Владивостоком, вот этим отражением солнечных лучей в Амурском, либо в Уссурийском заливе. Ну и, конечно же, на лето, на лето это самая популярная вообще волна сейчас, это тур с высадкой на острове Шкота, когда ребята летают 60 минут, и дополнительно у них где-то около 40-50 минут они проводят на Шкот, они могут взять с собой туда, опять же, шампанское, вино, фрукты, полотенца, покупаться там, отдохнуть, позагорать, весело провести время, пофотографироваться и просто запомнить этот момент, особенно на острове Шкота, это нечто, внимание на экран, вот он у нас тур с высадкой на острове Шкота, то есть общая продолжительность 100 минут. Это вот такие вот короткие видео, обзорные, более подробную информацию, конечно, можно узнать у нас в Инстаграме, контакты оставим, там очень много красивых видеофотографий вообще со всего Владивостока. Вот, далее, здесь также на презентации можно узнать, какие мы вообще места пролетаем, это есть 30-минутный формат полета, есть 60 минут, 30 минут, это такой более короткий, свежий вариант, чтобы как-то испытать Владивосток, посмотреть его первичные локации, самое популярное, конечно, золотой рог, когда мы взлетаем с Кневичей, долетаем до Золотого рога, долетаем до Золотого рога и делаем круг над Золотым мостом, возвращаемся обратно, прилетаем также Носководный мост и Седанковское водохранилище. Ну и, конечно же, побольше тур, это когда мы дополнительно облетаем остров Русский, остров Шкота, Игершель, здесь у нас, то есть, такое сочетание, знаете, городской среды и дикой, диких условий. Вот. Соответственно, часто задаваемые вопросы. Лицензия на перевозку пассажиров у нас имеется в Владивостоке, немногие компании могут похвастаться этим. Все участники полета у нас застрахованы обязательно. Рекомендуемый возраст от 3 лет, это то есть рекомендуемый, но не обязательно. У нас были участники, которым было и 2 года, и самый пожилой, это была женщина, ей было 93 года, так, ну, просто хотел удивить свою бабушку, порадовать ее на день рождения. Если вы хотите с нами посотрудничать, у нас имеется агентское вознаграждение, которое составляет 10%, в принципе, при плохой погоде мы переносим полет и также летаем круглый год. Ну и вообще, как я сказал, Владивосток с высоты птичьего полета, это довольно-таки интересная локация, которую стоит посетить и посмотреть. В принципе, как-то так, обязательно приезжайте во Владивосток и welcome, welcome to Paris. Никита, большое вам спасибо за красивые видео и презентации. Я надеюсь, что все, кто нас смотрит больше, еще больше влюбились в Владивосток и Приморский край и загорелись желанием к нам приехать и испытать этот восторг полета на вертолете. Даже если у вас не запланировано в вашей поездке вертолетных экскурсий, у нас Владивосток находится на сопках, вы можете подняться на видовые, насладиться закатами, видом на мосты. Я обещаю, что вам очень понравится. Владивосток – это место начала или окончания Транссибирской магистрали, и я хочу вас сейчас познакомить с романтикой поездов, железных дорог. На самом деле можно отправиться в романтическое путешествие и на поезде, и в этом есть определенный интерес. Давайте поприветствуем Лусту Екатерину. Это директор туркомпании Tabi Travel. Она вам расскажет, собственно говоря, о поездах. Екатерина, добрый день. Добрый день. Слышно меня? Да, да, слышно. Добрый день. Очень приятно. Так, сейчас я запущу быстро презентацию. Секундочку. Меня зовут Екатерина Луста. Я директор туристической компании Tabi Travel. с многолетним опытом по приему на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, как иностранных туристов, так и, естественно, граждан Российской Федерации и СНГ. Хотела бы вам рассказать про наш уникальный туристический продукт – поезд под названием «Сибириан Старта», который отходит как с Владивостока, так и с Иркутска. Но в этом чуть попозже. Почему мы его представляем как романтический вид путешествия? Потому что в наше непростое время, как вы знаете, не сильно большой выбор, а тут, сыграв свадьбу, у вас будет возможность попутешествовать по России и посмотреть на нашу Родину, те места, которые вряд ли вы бы поехали просто самостоятельно и сразу посетить много мест. Поезд у нас представляется класса «Делакс», пролегает от Владивостока до Иркутска или в обратном направлении, в зависимости от того, как вы пожелаете. Потом мы остановимся на слайде, я вам расскажу поподробнее про пункты, где можно остановиться. Как я вам уже сказала, начинается он с города Владивостока. Если вы находитесь где-то вдруг во всей России, можете приехать к нам и начать наше путешествие с Владивостока, посмотреть Владивосток. Мы представляем здесь экскурсию обзорную. Дальше поехать в Хабаровск. Я вам покажу дальше, чтобы на слайдах видно. Владивосток, Хабаровск, потом Благовещенск, Чита, Улан-Удэ и конечная точка Иркутск, либо в обратном направлении. Также у вас будет возможность, если, допустим, условно говоря, вы из Благовещенска, присоединиться к путешествию в Благовещенске. В течение семи дней вы посетите шесть городов с уникальной атмосферой, которые совершенно не похожи на друг друга. Узнаете их историю, культуру, кухню. Вас будут ждать профессиональные гиды с колоссальным опытом, которые вам расскажут про каждый город. Познакомят с традиционной кухней во всех городах. Далее я вам расскажу про то, про размещение. Мы можем предоставить вам стандарт, обычное четырехместное купе. СВ-вагон, где двухместное купе и люкс-вагон, который из собственной душевой комнаты и туалета. Также, если у вас есть дети, ну это так, ну мало ли, можно тоже ребенка с собой взять. По поводу... Было вам рассказать, что в нашем поезде есть собственный вагон-ресторан, в котором у вас будут ждать ужины, и в каждый вечер он будет работать в формате бара или просто гостиной, чтобы уютно там отдохнуть. по поводу стоимости. От 70 тысяч рублей, ну в принципе, мы готовы к сотрудничеству с агентствами за хорошую комиссию. Ну, коротенько, так про наш поезд. Очень ждем ваших запросов. Здоровья всем, спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Екатерина, за интересный рассказ. Собственно говоря, мы уже практически закончили сегодня нашу сессию про романтический Владивосток. Я надеюсь, что вы почерпнули что-то новое для себя, увидели Владивосток с другой стороны, спокойный, романтичный. Опять повторюсь, что романтика нашего города – это не только про свадьбы. Здесь вы можете приехать, сделать предложение своей девушке, признаться в любви, просто провести отличные выходные со своей второй половинкой. Ну, или насладиться закатами со своими друзьями – это тоже романтика. У нас есть очень много хороших ресторанов, где вы сможете попробовать дальневосточную кухню, насладиться тоже таким романтическим вечером. Работают террасы. Ну, и романтика Владивостока – это не только про лето. Бархатный сезон у нас в сентябре. В сентябре и весной, я считаю, что у нас самые красивые закаты, сюда нет туманов. Приезжайте к нам также и зимой. Зимой тоже мы проводим свадьбы. Очень красиво море застывает во льдах, поэтому вы можете фотографироваться или снять видео на фоне нашего Японского моря. В общем, всех ждем во Владивостоке. Далеко не уходите. Через час для вас уже будет выступать Дарья Гусева, директор Туристко-информационного центра, и расскажет, куда можно поехать, допустим, после свадьбы, в свадебное путешествие. Мы расскажем вам про пляжи, красивые места заповедные. Если у вас есть вопросы, я еще буквально минутку здесь буду в эфире. Задавайте, я смотрю чат. Да, спасибо, что смотрите. Вот нам пишут, что скучают по Владивостоку. Приезжайте обязательно. Мы очень рады вас здесь будем встретить. Владивосток действительно очень красивый город. Мы развиваемся, учимся всему новому, чтобы... Да, вот тут пишут про идеи. Идеи у нас действительно интересные, очень много, как я уже говорила в начале, у нас во Владивостоке очень много классных, креативных людей, которые создают очень интересный туристический продукт. Так, ну все, я еще обязательно дочитаю все ваши комментарии, отключаю камеру микрофона. До свидания. Счастливых вам путешествий.